Здравствуйте, дорогие родители! На связи Шамиль Ахмадуллин и в этом видео я расскажу вам, как научить ребенка выделять главное в тексте. В действительности, это достаточно серьезная проблема. Многие дети не умеют это делать, что приводит к тому, что для того, чтобы подготовить пересказ, либо подготовиться к какой-нибудь контрольной, ребенку приходится читать один и текст 3-5, а иногда даже 10 раз, чтобы в голове его или ее что-то осталось. Есть достаточно простое упражнение, которое, если вы будете применять, позволит ребенку научить главное из текста выделять и готовиться к контрольным пересказам значительно быстрее и легче. Это упражнение называется 10 слов. Перед тем, как собираетесь проверять пересказ ребенка, либо собираетесь потренировать ребенка, дав ему какой-то текст, даете предварительное задание. Задание следующее. Напиши 10 слов из текста, которыми ты сможешь пользоваться во время пересказа и которые ты сможешь смотреть, но только 10 слов. Что это дает? Ребенок, первый раз записав какие-то 10 слов, скорее всего, он запишет их неправильно, не те слова, которые нужно. Будет подглядывать и нормально пересказать у него или у нее не получится. Соответственно, ребенок будет интуитивно понимать, что что-то он сделал не так. Потренировавшись 2-3-4, в худшем случае 7-8 раз, ребенок научится выделять именно те слова, которые позволяют ему, смотря на них, намного легче текст пересказывать. Ну, все проще рассматривать на примерах. Возьмем простой пример, сказку «Колобок». Все прекрасно знают эту сказку, возможно, не совсем помнят сюжет, но сюжет я напомню. Итак, я выделил 10 слов. Это «Старики слепили тесто лес. Заяц, волк, медведь убежал, лиса съел». Даже взглянув на эти слова, вы уже прекрасно понимаете, о чем будет речь и вспоминаете эту сказку. То есть, старики, дед с бабкой слепили колобка. Слово «тесто» дает понимание, из чего у нас колобок состоит. Лес – это то место, куда он отправился, сбежал. Заяц, волк, медведь – те животные, которые ему встретились. Слово «убежал» напоминает, что от зайца, волка, медведя колобку удалось убежать, а вот лиса его съела. То есть, на таком легком простом примере мы разобрали это упражнение, и у нас целостное понимание этой истории. Понятно, что эта сказка очень легкая, очень простая, очень наглядная, и, например, какой-нибудь параграф по истории за пятый класс будет незначительно, но сложнее. Но, выполняя это упражнение много раз, ребенок интуитивно научится уже у себя в голове определять эти слова, их записывать, либо просто запоминать, как это делать. Я расскажу в одном из следующих видео, и, соответственно, суть параграфа пересказывать значительно легче и контрольные самостоятельные и так далее писать тоже намного легче. Спасибо за внимание, занимайтесь вашим ребенком, с вами был Шамиль Ахмадурин, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok